Законодатели Законодатели Депутаты готовятся к очередной сессии регионального парламента, которая пройдет в феврале. Вопросы сессии обсудят в рамках заседания постоянно действующих парламентских комиссий. Также депутаты подвели итоги работы комиссии в 2021 году. Главными итогами работы парламентской комиссии по экономической политике и бюджету, возглавляет которую депутат Наталья Кордакова, стало принятие окружного бюджета на 2022 год и плановый период. Была пройдена очень большая работа администрации, собрания депутатов. До этого я говорила уже, что были публичные слушания, депутатские слушания. Бюджет в первом чтении был принят 24 ноября. И между первым и вторым чтением вносятся поправки губернатора и поправки депутатов, что было сделано. Были внесены поправки депутатов по увеличению количества детей, обучающихся в нашем ПТУ. Это будет дополнительная у нас группа на 25 человек. Очень много поправок со стороны губернатора было администрации. Почему? Потому что когда у нас проходили депутатские слушания, все рекомендации ко второму чтению, которые были в депутатских слушаниях, учтены в поправках губернатора. То есть это в первую очередь мы говорили о том, что необходима индексация оклада всех бюджетников с 1 января 2022 года. И чтобы индексация составила 4%. Первоначально в проекте было, значит с 1 апреля, и индексация должна была составить 3,8%. Затем следует отметить, что была индексация сделана для тех, кто по субсидиям по онкобольным и диабетчикам. Затем много мы говорили о том, что очень большие средства выделяются, когда вывозятся у нас отходы с сельских населенных пунктов. Поэтому при рассмотрении на комиссии было принято решение, чтобы 50 миллионов снять. Это те средства, когда вывозятся отходы с сельских населенных пунктов. И эту сумму поправками губернатора направляется на инфраструктуру для того, чтобы были созданы объекты этих сельских населенных пунктов. Также у нас проходили тематические комиссии. На тематических комиссиях внимательно мы рассматривали все вопросы, особенно то, что касается у нас обслуживания городского населения по воде, потому что очень много жалоб. В поправках губернатора также учтено 78 миллионов для того, чтобы по водоводу Первомайска и Докури сумма была заложена. Все сейчас зависит от того, как будет у нас прорабатывать непосредственно город и учреждение. Приоритеты комиссии по вопросу государственного устройства и местного самоуправления – это прежде всего вопросы, касающиеся непосредственного развития муниципальных образований. В 2021 году комиссия работала в соответствии с утвержденным планом. Мы с коллегами его утвердили в январе 2021 года. Комиссия отработала, я считаю, что очень эффективно. Было рассмотрено всего 41 вопрос. Из них 36 вопросов – это сессионные вопросы. Но и учитывая, что все-таки профиль комиссии – это работа с законодательством, прежде всего в области государственного устройства и местного самоуправления, по результатам работы комиссии на комитете и на сессии было рассмотрено 28 окружных законов. Также необходимо отметить, что на контроле комиссии мы все время держим вопрос по обеспечению доступным топливом жителей наших сельских населенных пунктов. Мы уже выходили с законодательной инициативой. Нас поддержали парламентарии Северо-Запада. Суть это в том, чтобы нам дали возможность субсидировать доставку этого топлива. Но на сегодня наших аргументов не хватило для счетной палаты Российской Федерации и правительства. Проект был отклонен, но мы не опустили руки. Сегодня мы совместно с нашими депутатами в Государственной Думе, в Совете Федерации будем прорабатывать дальше этот вопрос. В конце декабря 2021 года мы направили обращение в правительство Российской Федерации с просьбой помочь нам в решении этого вопроса. Поэтому мы инструменты эти ищем. Кроме того, мы также в рамках работы нашей комиссии рассматривали варианты применения законодательства обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Нинецкого автономного округа. Вопрос этот очень сложный. Законодательство очень конкретное в этом направлении. Мы уже с законодательной инициативой также выходили по поводу вывоза такого с территории наших сел. Сегодня мы говорим, что мы тратим гигантские деньги на вывоз этих отходов. И хотелось бы, чтобы этот процесс был организован на местах. Мы говорим, что это прежде всего рабочие места, ну и развитие инфраструктуры. Буквально 2 февраля текущего года мы рассмотрим план работы комиссии на 2022 год. И, соответственно, с коллегами посмотрим, на какие аспекты необходимо будет уделить самое пристальное внимание. И продолжим над ними работу. Будем продолжать, опять же, работать в направлении возможного снижения стоимости топлива. Вопросы, которые касаются законодательного регулирования, это, опять же, 89-й федеральный закон об отходах производства и потребления. Соответственно, мы будем работать с уставом Нинецкого автономного округа. Ну и в связи с тем, что в 2021 году был принят закон о публичной власти. И в 2022 году рассматривается сейчас закон об организации местного самоуправления в системе публичной власти. Соответственно, региональное законодательство необходимо будет приводить в порядок. Поэтому у комиссии будет очень много вопросов. В числе принятых решений парламентской комиссии по социальной политике, которую возглавляет депутат Анна Булатова, увеличение компенсации сельским специалистам за коммунальные расходы, выплаты к учебному году многодетным семьям, модернизация социальной карты Нинецкого округа. По результатам рассмотрения сессионных вопросов приняты изменения в окружные законы. Депутаты совместно с профильными ведомствами детально проработали расходы окружного бюджета в сфере здравоохранения и социальной защиты на 2022 год и плановый период. Объем финансирования по департаменту в этом году составит более 5 миллиардов рублей. Будут проиндексированы меры социальной поддержки по 13 направлениям. Всего на социальную поддержку граждан запланировано 2 миллиарда рублей. В 2022 году сохранены все социальные выплаты. То есть ни одно из социальных выплат не было сокращено, даже было увеличено в некоторых моментах. Например, по просьбе многодетных семей, Мы знаем, что каждый год на каждого ребенка многодетные семьи получают по 9 тысяч рублей на подготовку к школе. И с 2022 года не понадобится родителям носить отчеты, что они купили, что приобрели для своего ребенка. То есть они могут на выбор ребенка купить необходимые школьные принадлежности, форму или спортивный инвентарь. И при этом не нужно бежать и отчитываться перед соцзащитой. Подвели итоги работы в 2021 году и в комиссии по делам Ненинского и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию, возглавляет комиссию депутат Матвей Чупров. По рассмотрении расходов окружного бюджета на 2022 год уделили особое внимание субсидии на производство и реализацию продукции оленеводства. Проведено несколько заседаний по данному вопросу и принята рекомендация об увеличении первоначально предусмотренной суммы на эти цели более чем на 50 миллионов рублей. Также депутаты рекомендовали администрации установить единую ставку субсидий в размере 150 рублей за 1 килограмм оленины. В центре внимания нашей комиссии остаются вопросы, связанные с оленеводством, рыбодобычей, сохранением нашей хрупкой арктической природы. Было проведено много заседаний. Мы постоянно в курсе всех сложных моментов, которые происходят у нас в Ниньском автономном округе в этой сфере. Стараемся помогать. Что-то получается, что-то не получается, но мы уверенно движемся вперед. Такая наша задача. Один из серьезных вопросов, который находился в центре внимания работы нашей комиссии, это вопросы, связанные с состоянием дел в оленеводстве в Ниньском автономном округе. В прошлом году мы приняли изменения в окружной закон и ввели обязательную процедуру предоставления отчета о состоянии дел в оленеводстве со стороны администрации Ниньского автономного округа. В этом году, когда этот отчет мы получили, рассмотрели, поняли, что необходимо принимать срочные меры по многим вопросам в оленеводстве. И вот за оставшееся время, до конца года, нам удалось, в принципе, добиться многое. Во-первых, то, что был сохранен уровень субсидирования оленеводства в Ниньском автономном округе, были решены вопросы, которые, текущие, которые перед оленеводами стояли, связанные с их повседневной жизнью. Основным вопросом работы комиссии по вопросам образования, культуры и спорта, руководит которой депутат Андрей Смаченков, в 2021 году стало рассмотрение расходов Департамента образования, культуры и спорта Ниньского округа в проекте окружного бюджета на 2022 год и плановый период. Это одно из финансово емких направлений. В этом году запланировано выделение более 5 миллиардов рублей этому ведомству. По итогам обсуждений депутаты приняли ряд рекомендаций. Предусмотрены дополнительные средства в размере более 3,5 миллионов рублей на капитальный ремонт в школе поселка Харута. Также рекомендовано администрации в течение 2022 года проработать вопрос об увеличении стоимости питания обучающихся в окружных школах и организациях среднего профессионального образования, предусмотреть в сельских населенных пунктах округа открытие спортивной площадки, обеспечение необходимым оборудованием, рассмотрены и другие вопросы региональной повестки. Это привлечение и закрепление педагогических кадров во всем нашем регионе. Для этого принята такая программа в 2020 году как «Земский учитель». Согласно ей, каждый специалист, который прибыл работать в населенный пункт, менее 50 тысяч человек, ну то есть практически в любой населенный пункт в нашем крае, может получить до 1 миллиона. По этой программе уже есть работающие люди, то есть в том же самом 2020 году у нас это два человека. Один в Индиге, это учитель математики и в Искателях учитель иностранных языков. Также вот у нас в 2021 году тоже два учителя иностранных языков. Это третья школа и Оксина. В этом году предполагается привлечь одного специалиста и на 23-й планируется тоже выделить средства для двоих. Более того, в ходе дискуссий по данной проблеме, нами вот, мной и моими коллегами была дана Департаменту образования, спорта и культуры рекомендация разработать как бы меры, направленные на то, чтобы педагогам бессрочно компенсировать съем жилья. То есть не на пять лет, как сейчас, а вообще весь срок работы в округе. Начиная с 1 февраля депутаты продолжат обсуждение значимых для региона вопросов в рамках работы постоянно действующих парламентских комиссий. Губернатор Ненинского округа Юрий Бездудный провел рабочее совещание с сенаторами Денисом Гусевым и Римой Галушиной, депутатами Госдумы Сергеем Коткиным и Михаилом Кисляковым. В ходе встречи глава региона подвел итоги прошлого года, а также обозначил планы на 2022 год. Как отметил Юрий Бездудный, обращаясь в ходе встречи к сенаторам и депутатам, многие вопросы требуют участия и администрации, и депутатов, и сенаторов. По ряду направлений необходимо усилить взаимодействие на всех уровнях власти. Мы в этом году найдем возможность для того, чтобы поставить МРТ, но нужна пристройка к окружной больнице. Очень непросто этот вопрос решался, и до сих пор он не решен. Поэтому я прошу вас на всех уровнях, и на уровне Совета Федерации, и Государственной Думы, эту тему поднимать и в хорошем смысле лоббировать интересы нашего округа. Также глава региона поручил представителям Ненинского округа в верхней и нижней палатах российского парламента активизировать работу по вопросам оленеводства, охоты и рыбалки. Оленеводство – это главная отрасль сельского хозяйства. И здесь мы понимаем, что оленеводы могут сдать и больше мяса, чем сегодня они сдают. Но куда его деть? В округе мы его не съедим. Поэтому потребление нашего округа, оно ограничено. Значит, нужна помощь в том, чтобы вывести оленину в другие регионы идеально даже на международный уровень. Здесь нужна поддержка и на уровне Минсельхоза, на уровне правительства, и где-то даже на уровне международных организаций. Что касается охоты и рыбалки, для многих жителей нашего округа это далеко не увлечение, а способ выживания, подчеркнул глава региона. И у них должно быть беззаговорочное право охотиться и рыбачить. Особое внимание губернатор уделил жилищному вопросу. В этом году мы будем переселять из ветхого и аварийного фонда и будем идти по пути не только дачи квартир, но и выдавая компенсации денежные, для того, чтобы люди имели возможность сами выбирать, где им приобретать жилье. Мы по-прежнему будем двигать программу детей-сирот и справедливости ради нужно сказать, что двигая две эти программы, мы не всегда справедливы к тем, кто стоит в очереди обычной. Это и семьи, у которых есть дети-инвалиды, и многодетные. Поэтому было бы абсолютно справедливо вот здесь и на эти очереди тоже выделять квартиры. Поэтому по возможности будем давать сертификаты детям-сиротам и давать денежные компенсации тем, кто живет в аварийном и готовы взять эти сертификаты. Спикер регионального парламента Александр Лутовинов вручил благодарственные письма сотрудникам прокуратуры Ненинского округа в честь 300-летнего юбилея прокуратуры России. Торжественные мероприятия по случаю юбилея российской прокуратуры приняли участие прокурор округа Сергей Лапин, глава региона Юрий Бездудный и председатель законодательного собрания Александр Лутовинов. Депутаты Госдумы и сенаторы от Ненинского округа, поздравляя сотрудников и ветеранов окружной прокуратуры, Александр Лутовинов отметил. В системе государственных органов страны прокуратура занимает особое место и остается эффективным механизмом обеспечения законности, гарантом соблюдения прав граждан и защитой интересов государства. Перед вами стоят самые серьезные и ответственные задачи, и вы с ними безусловно справляетесь. Но новые вызовы времени постоянно требуют поиска новых подходов, поэтому так ценен ваш добросовестный труд, верность к служебному долгу, высокая ответственность при исполнении служебных обязанностей. Приятно отметить, что у собраний депутатов и окружного ведомства уже давно сложились конструктивные взаимоотношения. Прокуратура Нениско-Автономного округа активно использует свое право законодательной инициативы, регулярно вносит в окружной парламент законопроекты и предложения по изменению действующих нормативных актов региона, приведения их в соответствии с федеральным законодательством. Представитель прокуратуры принимает участие в сессиях, заседаниях, комитетах и комиссиях. Он выразил особую благодарность ветеранам надзорного ведомства за достойный вклад в укрепление законности и правопорядка и пожелал работникам прокуратуры региона благополучия и дальнейшей плодотворной работы во благо Ненинского округа и нашей Родины. В завершении своего выступления Александр Лутовинов вручил благодарственные письма окружного парламента за добросовестное исполнение служебных обязанностей, личный вклад в защиту прав и свобод граждан, укрепление законности в регионе работникам прокуратуры Ненинского округа Елене Карпышевой и Савве Степанову. В собрании депутатов Ненинского округа обсудили снижение стоимости билетов по местным авиаперевозкам. В региональном парламенте прошло рабочее совещание по вопросу установления предельных тарифов на перевозки пассажиров воздушным транспортом в 2022 году. Несмотря на субсидии из окружного бюджета, предоставляемые авиаперевозчикам на осуществление полетов в населенные пункты округа, стоимость билетов все равно была и остается высокой для населения. Вопрос снижения тарифов на авиаперевозки депутаты подняли еще в декабре прошлого года при рассмотрении проекта бюджета на 2022 год и плановый период на заседании Постоянной парламентской комиссии по экономической политике и бюджету с рекомендациями в адрес профильных ведомств. Рекомендовать администрации проработать вопрос о снижении предельных максимальных тарифов на перевозку пассажиров воздушным транспортом на 2022 год в целях недопущения роста цен на авиабилеты для жителей отдаленных населенных пунктов округа. Наступил 2022 год, а вместе с ним произошло не снижение, а наоборот увеличение тарифов на авиаперевозки из сельских населенных пунктов в Наринмар, а также из западных сел округа в аэропорт Васьково в Архангельске. Например, на рейс Индиго-Архангельск стоимость билета выросла на 820 рублей, при том, что и так была немаленькая, около 16,5 тысяч рублей. Теперь 17 270 рублей. Из нижней пёши в Архангельск в этом году можно добраться за 14 790 рублей. Увеличение стоимости авиаперелета составило 700 рублей и так далее. Как пояснил в ходе совещания председатель управления по государственному регулированию цены тарифов Ненецкого округа, ведомство готово оставить по ряду воздушных направлений тарифы на авиаперевозки на уровне 2021 года. Существующий нормативный акт уже подготовлен. Готовы соответствующие решения принять. Вот с нашей стороны, собственно, всё готово. То есть вы предлагаете оставить на уровне? Наше предложение – это оставить их на уровне 2021 года. Вот по этим только маршрутам, да? Да, но у нас, опять же, так как это у нас идёт новое решение с 20 числа, то возвращенные на уровень 2021 года они будут только с 20 января. Речь идёт об авиаперевозках из западных сёл округа в Архангельск, а также из Наринмара в отдалённые сёла округа – Кустькару, Каратайку, Амдерму, Харуту и Варны. Чтобы стоимость авиабилетов по этим направлениям не увеличилась в 2022 году, по предварительным расчётам дополнительно потребуется порядка 4 миллионов рублей из окружного бюджета. Благодаря региональным субсидиям жители округа оплачивают только 60% реальной стоимости авиабилета. Стоимость лётного часа ежегодно растёт. Во-первых, за счёт подорожания авиационного топлива. Во-вторых, за счёт повышения цен на комплектующие для авиационной техники. Если лопасти в прошлом году стоили 6 миллионов, в этом 7, то в следующем я понимаю, что они будут стоить 8. Но тут тоже нет 8%. Лопасти, несущие винта, которые 2000 отработали, положили на землю, купи новые. И так далее по всем позициям. 400 комплектующих, из которых состоит вертолёт, и вот каждая комплектующая, они там растут. Ещё один, пожалуйста, простой пример. Два вертолёта брали в конце 2019 года в лизинг. 438 миллионов каждый. Сегодня нам предлагают на 2022 год 520 миллионов. Скажите, пожалуйста, сколько это процентов? Новые вертолёты. Проблема изнутри выглядит гораздо серьёзнее. До 2019 года авиапредприятие поддерживалось буквально за счёт накопленных ресурсов советского периода. У нас каждому вертолёту шло дополнительно два двигателя. Шёл дополнительный редуктор, шёл дополнительно вспомогательная силовая установка. Ну, это по вертолётам. У нас достаточно большое количество двигателей, которые предназначены для Ан-2. Ну, уважаемые господа, я вам могу сказать, что ресурс этих запчастей всех закончился. Закончился. Для того, чтобы мне сейчас поднять в воздух вертолёт, не берём МИ-8Т, берём МТВ, а МТ, вот эти новые лизинговые вертолёты. Стоимость одного двигателя на сегодня 88 миллионов. Одного их нужно два. И это новый этот, который с завода. Скажите мне, пожалуйста, я уже говорил, что у меня есть уже, в принципе, она уже на выходе, стратегия развития предприятия до 2030 года. Если мы будем сидеть сложа руки, мы получим ситуацию в Коми-Авиатрансе. Из 25 вертолётов, 5 полуживых. В прошлом году бюджет туда забросил 2 миллиарда. Из них миллиарды – это погашение лизинговой задолженности. И не факт, что эти деньги им помогут встать с колен. Да, мы можем там ещё 3 года потянуть на каких-то ресурсах. Будем выводить, сейчас буду пытаться продавать старые вертолёты или менять их на двигатели. Да, будем искать так называемый РИМ-фонд, то есть это двигатели выпуска 90-го, 91-го года, там, или 85-го. По цене, которая, там, не 88 миллионов, а 35-го, сейчас 38, нам предлагают два двигателя по 38 миллионов. Да, это будет дешевле. Но это, я говорю, кардинально не решит проблему ни обновления парка, ни сохранения персонала. Потому что, если мы начнём деньги забрасывать в железо, мы потеряем людей. Несмотря на относительно высокие цены по региону, зарплаты командиров воздушных судов на Ямале, например, они в два раза выше. В июне 2020 года Наринмарский объединённый авиаотряд лишился сразу пяти опытных командиров. Готовый командир, которому дал задание, и он выполнит его, я за него не беспокоюсь. Мы на чём завтра будем летать? На металлоломе? Совершенно ответственно заявляю о том, что есть такая проблема. Решается она достаточно просто. Всё равно нам рано или поздно Минтранс запретит возить пассажиров на леталётах Ми-8Т. А мы сейчас только за счёт леталёта Ми-8Т справляемся с регулярностью. Потому что, если бы мы летали только на самолётах Ан-2, мы бы сидели бы неделями здесь. И эти пассажиры приходили бы и у меня в кабинете были бы, и здесь были бы во власти, и писали бы в сетях. Мы смотрим, что если Ан-2 не может, мы сразу отправляем Ми-8Т, чтобы выполнить эти полёты. Потому что он не так подвержен ветру и имеет противообъединительную систему. Обновление авиационного парка – неизбежность. При этом надо понимать, что реальная стоимость новых воздушных судов очень высока и растёт год от года. Их приобретение – это колоссальная лизинговая нагрузка на предприятия. Несколько сотен миллионов в год. Частично лизинг компенсируется за счёт субсидий из окружного бюджета на авиаперевозки пассажиров по местным воздушным линиям. В настоящее время на предприятии рассматриваются предложения о приобретении в лизинг трёх единиц техники на общую сумму свыше миллиарда 600 миллионов рублей. Из них только аварийно-спасательный вертолёт стоит более 600 миллионов. Нравится нам или не нравится, но Северно-морской путь, он обязывает нас к тому, чтобы мы выполняли аварийно-спасательные, вот эти поисково-спасательные, эвакуации людей больных с кораблей. В прошлом году мы 16 полётов таких сделали. 19 человек вывезли. Оплачивают услуги авиапредприятия по этому направлению деятельности владельцы морских судов. Кроме пассажирских авиаперевозок, основная часть доходов объединённого авиаотряда – это обеспечение деятельности нефтяных компаний на территорию округа. Мы понимаем, что в течение ближайших 10 лет нефть будет качаться как кулкуловскими структурами, так и структурами Роснефти и Росветпетра. Хотя Росветпетра работает заточенно, оно через Усинский, и вся транспортная составляющая идёт через Усинский. Если мы не будем иметь, это единственный вид прибыльной деятельности, но вместе с тем предприятие, рентабельность его менее 0,1%. Вот как нравится нам или не нравится, в среднем мы летаем 4000 часов на транспорте, это то, что субсидируемые полёты. Самое главное, всё равно будет развиваться так называемые офшорные полёты, всё равно пойдёт изыскание в море. У нас здесь более-менее разведаны эти месторождения, то есть понятно, но в Карском море всё равно будут разведывать, и не зря там платформы каждый год ставят. Поэтому мы должны быть готовы именно к офшорным полётам. Сейчас выпускается уже новый вертолёт МИС-71А-3, его позиционируют как офшорный, он только начал полёты. Но это вся новая техника, к сожалению, у нас настолько долго вводится, что непонятен горизонт его ввода в эксплуатацию. А цена, которую сегодня озвучит акционерное общество вертолёта России, составляет полтора миллиарда рублей. Извините, МИ-38 стоит полтора миллиарда рублей. Поэтому мы должны хотя бы небольшими шагами, вот этот спасательный вертолёт, это по сути есть офшорный вертолёт. Вертолёт, оборудованный баллонетами, это и есть офшорный вертолёт, который может выполнять как изыскание, как спасательная операция, так и перевозку пассажиров. В ходе обсуждения настоящего положения дел в авиапредприятии и перспектив его развития, спикер регионального парламента Александр Лутовинов отметил, что для округа работа авиаотряда – это не только обеспечение транспортной доступности, но и жизнедеятельности региона в целом. Поэтому чёткая стратегия развития предприятия просто необходима. По словам Валерия Остапчука, такая стратегия до 2030 года разрабатывается и в ближайшее время будет предоставлена. Также депутаты решили проработать вопрос по обращению от имени регионального парламента в правительство Российской Федерации о выделении федеральных субсидий на авиационное топливо и комплектующие для воздушных судов для предприятий, работающих в арктической зоне. Что касается основного вопроса повестки дня, рабочего заседания о снижении тарифов на авиаперевозки пассажиров по местным воздушным линиям, то он пока остаётся открытым. Для того, чтобы оценивать возможности по снижению стоимости билетов, необходимо нам совместно с курирующим департаментом ЖКХ и строительства проработать вопрос. Следует понимать, что снижение тарифов на авиаперевозки повлечёт за собой увеличение нагрузки на окружной бюджет. К рассмотрению вопроса в региональном парламенте депутаты вернутся после поступления конкретных предложений и расчётов из профильных ведомств. Учитывая то, что у нас отдалённые населённые пункты, например, в Усть-Кару необходимо лететь три часа. И люди у нас летают на самолётах, в основном это, конечно, в Кару, это у самолёты. Условия для перелёта и услуги у нас не улучшаются. Это, конечно же, холодно в самолёте. Условий практически нет, но стоимость билета составляет практически 11 тысяч. Поэтому неоднократно вместе уже с администрацией прорабатывали вопрос, что можно сделать для того, чтобы стоимость билетов, конечно же, не повышалась, а наоборот, снижалась. Есть у нас категории, которые имеют льготные. Это, значит, молодёжь до 23 лет, женщины старше 50, мужчины старше 55 лет, они оплачивают 50%. Но для остальных категорий, конечно, это большая стоимость. Если взять, например, перелёт с Индиги до Архангельска, а это у нас выполняет второй отряд, то стоимость билета в прошлом году составляла 16 тысяч 400 рублей. К сожалению, там никаких у нас пока льготных категорий нет. Если эта семья состоит из четырёх человек, конечно, это большая стоимость для одной семьи. Единственное, что выручает, это то, что у нас есть в соответствии с законодательством о крайних северах возмещения. Да, возмещается она раз в два года. Но это раз в два года. Какой-то год приходится, конечно, платить в полном объёме. Это большая стоимость. Поэтому в настоящее время с администрацией мы прорабатываем вопрос о том, чтобы как-то снизить вот эту стоимость. Это, получается, значит, направление с запада в Архангельск. Это, получается, направление с основных сельских населённых пунктов в город Наринвар. Это был первый выпуск программы «Законодатели в новом году». До встречи на следующей неделе. «Законодатели в новом году» 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 Субтитры создавал DimaTorzok